Если у нас есть плод, это значит, что Господь работает через нас. Если Бог не работает через нас, тогда у нас есть проблема. Ученик тот, у кого молитвы отвечены. Если на наши молитвы нет ответа, тогда что-то неверно. Если Бог не работает через вас, то что-то неправильно. Многие люди делают что-то для Бога, но Бог не действует через них. Иоанна 15 говорит, что если мы пребываем в Слове, то мы помолимся, и Бог ответит на наши молитвы. Меня на перемене спросили о такой ситуации, когда муж не очень хорошо относится к жене. Очень контролирующий, это очень плохая ситуация. Вы можете молиться об этом. И я верю, что молитва вмешается в это дело. И молитва, возможно, подтолкнет к такому сезону, к такому периоду, когда человек захочет меняться. Но в случае, если человек решит, что он не хочет никаких изменений, Как в Библии сказано, что сердце фараона было ожесточено. И если в какой-то момент человек не хочет меняться, не хочет ничего делать, то это тоже естественно. Поэтому вы не можете сказать, что Бог не отвечает на молитвы. Бог отвечает на наши молитвы, когда Он живет в нас, и мы пребываем в Слове. Первое Коринфянам 3, стихи 5 и 14. Этот отрывок говорит о наших делах, что они будут проверены огнем. И все, что мы делаем, все, чем мы занимаемся, будет проверено огнем. Что такое огонь? Бог отделит то, что было делано для Господа, и то, что делали мы сами по себе. Послание евреям, это названо мертвыми делами. И там сказано, что кровь Иешуа должна очистить нашу совесть. Чтобы более мы не служили Богу мертвыми делами. Это означает, что не всегда ваша совесть находится в правильном состоянии. И не всегда в вашей совести Бог обращается к вам. Некоторые, то, что совесть говорит нам, это мы изучили в своей семье или культуре. В некоторых домах, в некоторых семьях у вас есть такое правило. Только входите в дом, снимайте обувь. Это хорошая идея. Но в некоторых домах свои обувь не снимают. Ну, немного больше работы появляется. Ну, если им это подходит, тогда ничего страшного. Вы плохие люди, не снимайте свою обувь, когда входите в дом. Вы грешите. Вот как действует совесть. Если я вырос в таком доме, где не снимать обувь, это грешно. И каждый раз я прихожу в тот дом, где носят обувь по дому. И я не снимаю обувь, то я чувствую вину. И это никакого отношения не имеет к тому, что правильно, что неправильно. И в послании к евреям говорится, что кровь еще должна очистить нас от порочной совести. Чтобы мы не служили Богу более мертвыми делами. Я чувствую вину, поэтому я должен сделать это. Я плохо вел себя на этой неделе, поэтому больше денег дам в церковь. Вот таким образом люди думают. Пойду, заживу свечку. Или что-то сделаю. Ефесянам 2, 8, 10. Здесь говорится о благодати и о делах. Благодатью вы спасены через веру. Не от вас. И скажите все, не от меня. Я ничего не могу сделать. Я не могу спастись своими делами. Это так? Уверены? Там сказано, это дар. И если это не дар, тогда вы можете хвастаться, как там говорится. Вот представьте себе, вы попали на небеса. Я встречаю эту замечательную девушку там. Я говорю, ой, я тебя не ожидал здесь встретить. Я немного удивлен, но все равно рад тебя видеть. Я говорю, ну, скажи мне. Ты что сделала? Как ты вообще сюда попала? О, я дала миллион долларов в твою церковь. Очень хорошо. Это, наверное, все свои грехи уплатила. О, я очень остроумная, очень умненькая. Ну, конечно, я хорошо поступила со своими деньгами. Ну, не так ли? И я вижу одного из братьев здесь, и я говорю, о, почему ты здесь? Я был большой притчер. Потом я встречаю другого брата там, он говорит, ну, я был очень замечательным проповедником. Кстати, я был самый лучший проповедник. И каждого, кого вы встречаете на небесах, расскажут вам все то хорошее, что они сделали в своей жизни, как они сюда попали, почему они не туда попали. О, это ужас просто какой-то. Целую вечно сидеть и слушать, что кто сделал хорошее в жизни и попал туда. Ну, там сказано, благодатью вы спасены. Это дар от Бога. И все мы проходим через одну и ту же дверь. Я не заслуживаю этого больше или меньше, чем вы. Кто-то заплатил цену. Я не платил. Я не давал миллион долларов. Я не был таким замечательным проповедником. Я не кормил нищих, бедных. Но кто-то заплатил цену. Это дар от Бога. А как же насчет дел? Важны ли дела? В следующем стихе говорится. Что там сказано? Мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Которые Бог предназначил нам исполнять. Мы призваны следовать за Ишуа. А что такое следование за Ишуа? Исполнять те дела, которые Он предназначил для нас. Я из-за этого не буду более или менее спасенным. Но я был создан для этой цели. Это мое задание. Это то, для чего я был создан. Я только тогда буду ощущать большее чувство удовлетворенности, когда буду делать то, к чему призом создан. И мы будем доверять Богу то, что Он хочет от нас сделать, а не то, что мы думаем. Потому что Он создал нас. Пятый пункт. Ученик общается с другими учениками. Иоанна 13, 35. 17, 20, 28. Да, Иоанна 17, 20, 28. Я говорю моей жене, что я люблю ее. Но мне не очень-то хочется идти с ней в ресторан. Мне нужно там сидеть в ресторане и с ней разговаривать целый час. Я же телевизор не могу включить. Я не могу почитать газету. Но я люблю свою жену. Я ей постоянно говорю, я тебя люблю. Она говорит, но почему мы никогда не идем в ресторан? Иоанн? Она говорит, но почему мы не идем в ресторан, если ты любишь меня? Иоанн говорит, если ты любишь меня, почему нам идти в ресторан? Ну, я телевизор не могу посмотреть. Я не могу почитать газету. Потому что ты постоянно разговариваешь. Но я люблю тебя. Ученик общается с другими учениками. Если ты говоришь, что ты ученик, то у тебя должны быть отношения с другими учениками. Но мне не нравится все то, что они говорят и делают. Мне не нравится все то, что они говорят и делают. Я не согласен, что все то, что они учат, это правильно. Я думаю, если вы сможете найти какого-то, хотя бы одного человека, который может согласиться с вами, вы можете согласиться с ним, то это будет довольно-таки интересно. Мы не общаемся с церковью, которая там находится. Мы не будем молиться с ними. Потому что когда они крестят людей, они немножко водички на них льют. Но слово «крестить» на греческом языке означает, нужно в воду полностью погрузиться. Я не думаю, что они на небо попадут, потому что они не погружают их в воду, они немножко их сбрызгивают водой. Я знаю, что они верят Иисусу в свое спасение. Но я не думаю, что они попадут на небо. Вы знаете, что у нас очень часто такой бывает сумасшедший образ мышления. Мы должны общаться с другими братьями. Если даже они что-то верят неверно, неправильно, то Господь должен показать им. Возможно, мы можем вместе посмотреть на Писание. Но все равно, два человека посмотрят на одно и то же, у них будут два различных мнения. Некоторые люди верят, что Ишуа возвратится, и мы все поднимемся на небо и встретимся с ним в воздухе и исчезнем. А все остальные останутся здесь на земле. И заплатят за это. А другие верят, что наоборот, нет, все мы здесь останемся и будем все страдать. А другие верят, нет, мы останемся здесь, но мы не будем платить, другие заплатят за все это. А другие говорят, что никому не надо ничего будет делать, никому не надо будет страдать. очень много различных мнений и все что знаю я то что и шо возвращается и похоже на то что скоро как бы поздно ли скоро но но я не думаю что так и шо короче позволит вам на мобильный телефон скажет слышь я тут возвращаться хочу тебе подходит завтра или скажу скажет понимаешь этот отложу на сотню лет как как ты думаешь нет ничего неверного в том чтобы изучать все это и иметь различные мнения но если вы говорите я не буду общаться с тобой потому что ты по-другому веришь тогда что-то неправильно но в библии же говорится что если церкви каждый будет любить друг друга то миру верует и если мы хотим иметь эту духовную власть в городе я верю что от степени единства в городе зависит и степень власти духовной в этом городе подчинитесь богу и противьтесь вас противьтесь дьяволу он убежит от вас как говорится в слове если я не общаюсь с вами я не подчиняюсь богу если я не молюсь с вами я не подчиняюсь богу и мы говорим дьявол уди из одессы во имя эшуа и дьявол говорит да хорошо ладно посмотрим он хорошо помолился это была сильная молитва ну возможно он на молитвенной встречи дьявол возможно дьявол даже ведет молитвенную встречу дьявол тоже ходит в церковь разве вы не знали что дьявол тоже ходит в церковь и дьявол учит библии тоже и дьявол по телевизору учит библии ну не каждый по телевизору дьявол и по телевизору я видел как люди говорят что молитва это хорошая вещь и все равно изменится что-то не изменится что-то но если ты себя будешь лучше чувствовать я слышал как некоторые учили такому это дьявол если кто-то вам скажет что ваша молитва никакого результата нет не даст это не бог говорит так только из-за того что у кого-то из библии не совсем не означает что он ученик или из-за того что кто-то является пастором церкви если я хочу присоединиться к церкви то я хочу узнать во что они верят и также я хочу знать какого какие там лидеры кому подчиняться я лидер я не пойду в такую церковь если я хочу подчиниться какому-то пастору я хочу чтобы он тоже подчинялся какому-то пастору не в слове только но в реальности поскольку если он не подчиняет свою жизнь свои взаимоотношения другим людям то я не хотел бы быть под властью под покровом такого духовного лидера это мое мнение и на протяжении моей жизни я могу сказать о тех людях которые говорят в мою жизнь я могу перечислить их имена прямо сейчас те которые влияют на мою жизнь и если вы не делаете так то мне все равно какую церковь вы ведете какие у вас квалификации и если вы не подчиняетесь господу и вы не подаете хороший пример овцам и вы говорите каждому всем подчинитесь мне но я никому не буду подчиняться хорошо тогда до свидания так к ученикам относятся так же как относились к Яшуа Матфея 10 глава стихи 24-25 если они любят Яшуа тогда они будут любить вас если они ненавидели Яшуа то благая весть вас тоже будут ненавидеть а чего они меня ненавидят я же ничего плохого им не сделал если любят Яшуа полюбят и вас если ненавидят Яшуа вас тоже ненавидят будут и когда вы ведете кого-то за собой то не каждый будет счастлив когда вы будете поступать и учить истине то некоторым людям это не понравится но они это прямо так не скажут но они будут вам сопротивляться будут ставить палки в колеса и попытаются усложнить вашу жизнь они не являются учениками но если вы являетесь учеником то с вами будет такое происходить поэтому не чувствуйте себя плохо если вы не нравитесь каждому 5 элементов призвания ученика первое призвание второе посчитайте цену издержки третье сожгите мосты первое призвание второе учтите издержки третье сожгите мосты четвертое подчините свою жизнь тому кто будет вас учить я ученик а какой ты ученик как Ешуа чей ты ученик я ученик Ешуа но Ешуа это пастырь который на небе и он ставит пастырей здесь на земле поэтому какой пастух тут на земле пасет тебя брат я особенный Дух Святой учит меня мне не нужен пастор мне не нужно подчинять свою жизнь кому бы то ни было потому что поскольку я на самом деле выше всех вас но я этого не хочу говорить и пятой посвятите свою жизнь тому чтобы всю жизнь учиться всю жизнь быть учеником вот как происходит настоящее образование ученика призвание издержки цена сжечь мосты евреям 11.15 это очень интересный стих если бы они в мыслях имели то отечество из которого вышли то имели бы время возвратиться иногда когда мы продвигаемся вперед то вспоминаем прошлое думаем о это было недостаточно так уж ну не сильно так плохо поэтому я могу и возвратиться назад поэтому у вас может возникнуть искушение возвратиться обратно в прошлое постоянно такое с людьми происходит и когда вы уже сфокусируетесь на этом то ваши ноги сами туда пойдут Лот поселился возле Содома а затем позже говорится что Лот уже жил в Содоме а как же такое произошло то на что ты смотришь туда же твои ноги пойдут так если мы сосредотачиваемся на хорошем то там же мы и окажемся 4 ступени подготовки ученика это то как вы учите детей как вы учите учеников первый шаг я делаю и ты наблюдаешь второй шаг я делаю и ты можешь быть со мной и принимать участие можешь задавать вопросы третий шаг ты делаешь, а я с тобой рядом четвертый шаг ты делаешь и ты можешь задавать вопросы в этот момент поэтому в зависимости от того чему я учу кого-то и насколько это трудно и от всего этого зависит сколько времени мне понадобится пройти через все эти 4 шага если я кого-то учу говорить по телефону то я возможно обучу какие могут возникнуть трудности, вопросы и что им делать в этом случае и на следующий день они сами смогут это делать если кто-то будет работать с детьми в церкви то возможно понадобится год это важная задача я думаю, что служение детям самое важное служение в церкви я думаю, что самые лучшие должны заниматься с детьми если вы будете делать так то Бог благословит вас и дети ничего не смогут возвратить вам но они также будущее мы должны думать о поколениях я думаю, вот почему в Библии сказано Бог Авраама, Исаака, Якова там не сказано Бог Авраама Авраама, Исаака, Якова каждое поколение продвигается немножко дальше чем предыдущее я хочу спросить вас а вы какое поколение вы первое поколение в семье, которая служит Господу вашей семье поднимите руки а кто из вас относится ко второму поколению ваша мама папа служат Богу а твоя мама не служила Богу поэтому ты второе поколение ты Исаак а кто из вас Яков третье поколение или больше твои родители служили Богу и твоя бабушка служила Богу только ты Исаак ты не Яков твои дети будут Яковом мой друг Джон Долсон его семья его предки многие из них служили Богу у меня есть свое служение но служение Джона больше распространилось чем мое камера помните мы записываем поэтому не прерывайте обычно это нормально видео у Джона очень многие поколения его предки служили Богу и он получает преимущество от своих родителей как они служили Богу и когда он начал служение в 18 лет то уже в 40 лет он уже далеко прошел чем я это такая реальность я смотрю на своих детей теперь их возраст от 20 до 25 лет я не был даже таким зрелым как они в этом возрасте они далеко прошли дальше прошли чем я в этом возрасте эмоционально духовно это лучшее намерение Бога и если вы Авраам то это хорошо вы и тот который начинает новое но вы не пройдете так далеко как Исаак и Иаков и славьте Бога за это это часть вашей награды и ваше служение продолжится даже после того как вы умрете это не только ваше время жизни на земле вы духовные дети пройдите дальше и надеемся что ваши физические дети также будут вашими духовными и поэтому мы должны думать в рамках поколений и если это истина то детское служение самое важное служение в церкви во многих церквях есть няньки сиделки они следят за детьми просто заботятся о детях чтобы они не беспокоили нас я думаю что самые лучшие люди должны заниматься с детьми и созидают следующее поколение думайте долгосрочно а не краткосрочно если самые лучшие не занимаются с детьми тогда мы скажем мы только о себе заботимся или же я не хочу заниматься с детьми это не важно мы не думаем так как думает Бог и удивительно так же как быстро время летит как наши дети становятся тинейджерами затем взрослыми и большинство людей которые приходят к Господу приходят в возрасте до 20 лет это статистика такая если это правда то в какой сфере мы должны больше уделять внимание тем которые больше всего открыты Господу если вы начнете достигать детей в городе то я вам обещаю это не прекратится всегда будут дети которые будут приходить так же как и та церковь которая началась у нас в Калифорнии я возил детей на кемпинг летом и некоторых из тех детей сейчас уже по 20 лет и они не служат Богу я вижу их в кафе теперь они уже такие крутые ребята и они уже не такие малые дети мы с женой входим в кафе они сидят со всеми своими друзьями пастор как рады тебя видеть и обнимают вас и они не стесняются почему потому что Бог сделал что-то в их жизни возможно они еще не готовы служить Богу сейчас но они знают куда идти не переживайте в их жизни будут неприятности жизнь она обычно справедлива ко всем рано или поздно у каждого будут неприятности и когда у вас проблем возникает больше чем вы могли бы справиться тогда вы начинаете искать Бога поэтому меня это абсолютно не беспокоит то что они не служат Богу сейчас я знаю что мы посеяли в них семена и возможно даже я это не увижу своими глазами в моей жизни все равно вот что такое служение это не то чтобы увеличить свою церковь но то чтобы достигать людей и думать о грядущих поколениях возможно тех людей которых я достигну или повлияю они повлияют на других людей церковь мне не принадлежит я могу быть пастом но церковь не моя собственность она принадлежит Богу и мне никто не принадлежит это Господня церковь поэтому не каждый будет оставаться в моей церкви все в порядке может быть они по неправильным причинам ушли и возвратятся обратно уже с правильной мотивацией и мы можем относиться плохо к людям когда они уходят из церкви больше с тобой не разговариваю теперь ты в их церкви мы же выше их как ты мог уйти туда все посвященные остались возможно но возможно им нужно чему-то научиться это все часть этого иначе же если вы пастор церкви кто-то ходит и вы как это подумать такое можно кто-то думает уже говорит о том чтобы уйти я думаю что они пойдут туда о нужно молиться разве вы думаете что Бог тоже потирает руки на небе что же мне делать понимаете что я говорю если я не осторожен то церковь может стать моей я ей владею и она становится слишком личной это Господня церковь и если это Господня церковь то я не должен все исправлять все ремонтировать и если это Господня церковь я не должен всем обеспечивать все и у меня не должны быть все ответы на все ваши молитвы у меня не должны быть все ответы о благая весть О, возможно быть пастором это не так уж плохо, как я раньше думал Но послушайте, что пасторство это трудно Но мы можем усложнить его даже больше, чем оно есть Вести людей это трудно Поскольку все вы будете лидерами Но мы можем сами все усложнить еще больше, чем оно должно быть Или же, другими словами, мы позволяем людям, даем им свободу потерпеть неудачу И мы не смотрим на неудачу эту, как что-то плохое Крах полный Они сделали неправильный выбор, они сделали неправильно Неправильный выбор Я больше не могу спать ночью Потому что они думают о чем-то неправильно В притчах говорится Когда много коров То много и дерьма То, что говорится в моей Библии Вам не нравится, извините Я аж не писала эту книгу Поговорите с писателем Это не я Поэтому, когда нету коров То нет дерьма То, что говорится в притчах Когда много людей Много проблем Много неудач Это хорошо Позвольте людям потерпеть крах Если мы чрезмерно реагируем на их неудачу То никто ничего не будет делать Правильно? Вот вы не захотите рисковать Потому что если я что-то сделаю И у меня что-то не получится И все будут разочарованы Поэтому я буду очень осторожным Так что вы что хотите, чтобы я? Вы хотите, чтобы я был единственным дерьмом, который будет находиться в комнате? Нет, 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 только не я. Все будут смотреть на меня. Но когда вы будете учить людей, вы делаете очень много. И много ошибок у вас будет. Что-то новое будете начинать, и снова ошибку сделаете. Мы понимаем это. У тебя есть разрешение потерпеть неудачу. Если вы будете поступать так, то люди будут расти. Каждый будет расти, церковь будет расти. Поскольку они знают, что они могут делать ошибки. И вот четыре шага подготовки учеников. Вы должны провести людей через этот процесс. Я делаю, ты делаешь. Но вы не знаете, что первый день вы делаете, и во второй день они делают. И если второй шаг вы делаете вместе с ними, то вы их подготавливаете, тренируете. Третий шаг. Они делают, а вы делаете. Они делают, а вы смотрите. Если я тренер футбольной команды, я не скажу каждому, иди там, побросай мячик. Вы показываете им, как мяч, как с ним обращаться. Я не говорю кому-то, иди занимайся с детьми. Я показываю им, как это делать. Вы это делаете вместе. Так? Окей. Пять минуты.